По мнению губернатора, сетевые компании в регионе, предоставляющие газ, электричество и воду, мешают развиваться кубанскому бизнесу. В отсутствие конкуренции они порой устанавливают грабительские цены на свои услуги. Они очень сильно влияют на инвестиционный климат и на в целом инвестиционные привлекательности регионов. То есть, конечно, мы говорим и о энерголимитах, мы говорим и о газолимитах, мы говорим и в целом о этих монополиях, которые сегодня, к сожалению, ограничивают в силу дефицита вот этих самых лимитов, в том числе и на электричество, что для края основной бич, возможность инвесторам заходить в регион и работать по полной мощности. Прошу вашего внимания, чтобы этот процесс находился под вашим вниманием, да, чтобы все-таки возможность повлиять на естественные монополии с точки зрения расширения производств и захода новых инвесторов в край, конечно, была. По естественному монополию могу сказать, что мы сегодня подготовили программу «Стратегия роста», который по поручению президента мы делаем, Столыпинский клуб. Там есть конкретные предложения, как ограничить рост тарифов. И вообще тарифы не могут формироваться за счет того, какие затраты несут ресурсные, там, естественные монопольные компании, а должны соответствовать рыночному соотношению спроса и предложения. С этим мы, конечно, выходим к президенту. Уверен, что мы этот вопрос решим. Губернатор обсудил с уполномоченным при президенте по правам предпринимателей поддержку малого бизнеса на Кубани. Он формирует больше четверти валового регионального продукта. Именно небольшие частные предприятия должны стать локомотивом экономики. Для этого в крае продолжат разрабатывать программы по поддержке малого бизнеса. Наша сегодня основная задача выбрать приоритет и поддержать те отрасли экономики, которые максимально рентабельны, которые максимально сегодня дают экономическую отдачу. Что такое господдержка? Это, конечно, поддержка государственными деньгами, но она не может быть безвозмездной. То есть мы должны получить возврат в виде налогов, рабочих мест. Это очень важно. Поэтому нам сегодня важно понимать, где эти точки роста и куда максимально сосредоточить господдержку. Краснодарский край сегодня по деловому климату находится в когорте лучших сегодня субъектов Российской Федерации. Действительно, это не зря, это заслуженно. Сегодня здесь развивается бизнес. Хотя сегодня есть и проблемы, но эти проблемы, конечно, прежде всего связаны с общесистемными вопросами всей экономики России. Здесь, конечно, очень важен малый и средний бизнес. Такой сложной экономической ситуации. Очень хорошо, что Краснодарский край сегодня уделяет этому первостепенное значение. Потому что они создают как раз самые базовые, доступные продукты и услуги для населения. Поддержка малого и среднего бизнеса невозможна без инновационной инфраструктуры. В край сейчас прорабатывается вопрос создания аграрных и промышленных бизнес-инкубаторов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.